всем привет данное видео записываю в помощь людям как когда-то сам столкнулся с проблемой при монтаже поддона ну например пилы 100 мс 180 штиль 250 230 фс 38 55 ну все все или линейки техники которая имеет отдельный поддон да в принципе данная инструкция и я считаю сгодится и для уже более современных моделей где имеются вместо поддона отдельного то есть в картер прямо вставляются вот в чем же суть данного видео а сколько же мазать герметика всегда вот такой вопрос возникал они мало ли я намазал а давай-ка я его больше намажу вот и когда-то я сам этим вопросом задался давно и все-таки его для себя решил один раз и навсегда читал много инструкций ну непосредственно штилёвских что вам сейчас я продемонстрирую так вот ну некоторые нигде в интернете раньше не находил там чтобы делали там правильно так как сейчас я делаю по инструкции не призываю делать так как я я лишь рекомендую делать все по инструкции вот наград шивут намажешь но я же говорю мало немного ну то есть это вся каша плывет а на самом деле смотрите это все потом после ремонта ужас как некрасиво так вот при данном способе которым я сейчас покажу получается в принципе ничем не отличить от заводской укладки вот что же я для себя решил открыл я инструкцию по базовому мотору это фске 55 38 и вся эта линейка и что дает производитель вот инструкция выдержка то есть производитель плотняющую массу нанести вдоль паза то есть вот вдоль на всем протяжении вот этого вот паза канавки так скажем вот плотняющую поверхность должна быть очищена это понятно вот нанести вдоль паза плотняющая массу нанести таким образом возвышение точки но то есть дана четкая схема вот уплотняющую массу нанести таким образом чтобы образовалась возвышение 23 миллиметра выступающая масса не должна выступать внутреннюю часть картера вот то есть все должно лежать конкретно ну то есть вот поэтому по этой канавки но как же это ну собственно сделать все я сейчас продемонстрирую как это делаю я очень просто и надежно ну вот еще один примерчик например 250 штиль не дает такой подробной инструкции вот на поверхность уплотнения крышит на шатунной ванны нанести тонкий слой уплотняющей герметизирующей массы то есть вот тут более-менее размазана тонкий слой какой это тонкий слой у каждого свое понятие вот каждый кусок мяса режет совсем разным слоем вот ну ну опять же есть канавка с четким профилем такая вот ну канавочка я считаю что данный способ с косилок годится и для и для всех пилы для всего и для всех таких образцов сейчас покажу как это делаю я вот валик два три миллиметра как по инструкции четко все выдавали вается и четко потом все формируется вот и все не надо ломать голову пожалуйста пользуйтесь ну повторюсь еще раз америку не открываю понимаю что ну действительно может где-то есть на просторах интернета данный способ лишь просто хочу подтвердить и свои суждения и размышления и свою технику просто подтвердить инструкцией опять же не навязывая никому а лишь демонстрирую то как это делаю я может быть вы тоже точно так же делаете поэтому считаю это правильно ну вот на основании вот этой инструкции по вот этому моторчику инструкция 2008 года вот и что еще показывал вот по штилю 250 30 10 там струкции 2003 года там вот именно размазано указано то есть не конкретно указано что формировать такой валик 2 3 миллиметра а здесь четко указано то есть облегчает и работу и и делается все в принципе по инструкции всем удачи